Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Напомню, что мы с вами продолжаем разбирать то довольно крупное пополнение, которое пришло ко мне недавно из города Санкт-Петербург. Также напомню, что из Петербурга мне идет еще одно пополнение, небольшое, но с довольно интересными монетами. Ну, начнем данное видео с такой вот итальянской монеты, достоинством в 20 лир 1991 года выпуска. Ну, я думаю, что вы все данную монету видели, кому интересно, думаю, что имеют данный тип монет в собственных коллекциях. Но, опять же, по традиции напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам и по некоторым другим признакам. Ну, данной монеткой я закрыл дырку собственной коллекции в погодовке монет данного типа. Ну, что сказать об этой монете? На Аверсе изображена персонификация, видимо, итальянской республики. Такая вот женская голова, повернутая влево в венке из неких злаков. Ну, а на реверсе изображена дубовая ветвь. Также хочу сказать, что данный тип монет выпускается с 1957 года, выпускался точнее по 2001. И монеты с 1957 по 1959 имеют гурт рубчатый. Ну, а монеты, выпускавшиеся с 1968 по 2001, имеют гурт гладкий. Вот, собственно, мы это и видим. С 1960 по 1967 годы данный тип монет не выпускался. Ну, на мой взгляд, монета довольно красивая. Далее, ирландская монетка, достоинством в 5 пенсов, 1980 года выпуска. Напомню, что о монете данного типа, да и не только о монете данного типа, а также о переходе Ирландии на десятичную денежную систему, я делал подробный обзор. Кому интересно, оставлю ссылку в подсказке. На версии монеты изображена арфа, символ Ирландии. И пару слов о вот этом вот шрифте, которым выполнена надпись, выполнено самоназвание Ирландии. Данный шрифт называется «Клог Гэллах». Он разработан специально для гельских языков. Ну, а на реверсе монеты изображен шагающий вправо бык. Напомню, что данное изображение разработано еще английским медальером Перси Мэтклфом. Еще, по-моему, давным-давно. Ну, также скажу, что бык является персонажем ирландского фольклора. Ну, также, опять же, напомню, что изображение на реверсе монеты пятипенсовой повторяет собой изображение на одношилинговой монете до десятичного периода. Ну, и, наконец, вот такая вот исландская монета. Достоинство в десять крон 1994 года выпуска. О монетах Исландии я тоже как-то делал обзор, но о десяти кронах еще не делал. Все как бы это в процессе, просто времени нет. Напомню, что на реверсе данной монеты изображены четыре духа-покровителя Исландии. Это Грибенгур, бык, гаммур, орел, дреки, дракон и великан Бергриси. Они являются духами-покровителями разных частей Исландии. И также являются фигурами, изображенными на исландском гербе. Ну, а на реверсе данной монеты изображены четыре вот таких вот мойвы. Довольно важной промысловой рыбы в Исландии. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Просьба указывать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось. И было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я в свою очередь всем желаю удачи в пополнении коллекции. Ну, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok